Привет, народ! С вами Фликер, и это обзор на Pumping Jack, 3D-платформер, где мы играем за скупого Джека. И по сюжету Джек является защитником дьявола. В самом начале, когда мы только-только загружаем игру, нас встречает история, что же произошло, почему мы играем чуваком с тыквой вместо башки. И тут нам рассказывают, что в королевстве Ark & Siel все жили в мире и согласии. Люди, животные, всякие птицы, зверюшки, кролики. И дьяволу было настолько скучно, что никаких войн не происходит. И он, короче, решил наслать проклятие Вечной Ночи на вот это вот королевство. И из всяких своих злачных мест начали влазить различные монстры, чудовища, твари и просто, короче, сеять хаос в этом королевстве. Но тут, естественно, конечно же, у людей появился защитник. А именно волшебник, который сказал, что я ваше это гребанное проклятие, короче, прекращу, и вы все вернетесь к своей беззаботной и скучной жизни. Дьяволу, конечно же, это все не понравилось, и он призвал своего защитника, скупого Джека, найти этого волшебника и навалять ему люлей. Сам же Джек был величайшим обманщиком и мошенником, и его дух был обречен бродить по миру. И как раз дьявол поместил душу Джека в тыкву и пообещал простить все грехи Джека и пропустить его в загробный мир. Я думаю, что вы уже заметили, что игруха не шибко прям блещет крутой графонистой картинкой, но хочу сказать, что игра ощущается действительно классно. Она забавно выполнена. У Джека имеется несколько костюмов, которые мы можем открывать, покупать, точнее, в лавке специального торговца за вот эти вот черепушки ворон, как я понял. Игра, я повторюсь, от инди-разработчика, и, конечно же, от нее не стоит ожидать там прям суперкрутой механики, анимации и прочего. Она выглядит забавно, классно для своей, опять же, цены. Я играл в нее на PS4 Slim. Если вдруг вас заинтересовала игра, то можете досмотреть это видео до конца, ознакомиться с ней и, конечно же, приобрести. Ключ мне предоставил разработчик для того, чтобы я с вами поделился как раз своими эмоциями от игры. И хочу сказать, что эмоции были как отрицательные, так и положительные. Положительные, конечно же, у меня возникали, когда я гонял на вагонетке. Это было прям реально весело, прикольно. И, конечно же, когда вот этот платформинг осуществлялся, там меня бомбило. Выглядит, кстати, она как, знаете, Dark Souls на минималках. Прям такой добротный слэшер, где мы разносим различных тварей, которые вылезают из ниоткуда. Например, там скелеты есть. Потом еще летающие тварины какие-то появляются. Ну и, конечно, куда без боссов. Здесь они есть, и механики взаимодействия с ними меняются. То есть, допустим, вы снесли боссу половину жизни, и он начинает себя абсолютно по-другому вести. Также есть своего рода здесь мини-игры, где у нас Джек снимает свою тыкву, и уже отдельно тыквой мы управляем. И, допустим, разгадываем какую-то головоломку. Например, вот в одной миссии надо было, короче, бомбу до определенного участка допинать, чтобы разрушить одну конструкцию. Там меня тоже нехило бомбило, потому что каждый раз, когда бомба, допустим, падала в воду, вы возвращаетесь на начало. И это просто, знаете, вот я сразу начал вспоминать вот эти сложные миссии, которые были в играх на Sega Mega Drive, где ты по нескольку раз пытаешься пройти этот сраный уровень. Или вот, например, кстати, вспомним миссию с вертолетиком в iCity. Кто с какого раза, кстати, игру проходил, но я умудрился ее пройти даже на мобиле. И на канале есть отдельное видео по этой теме. Что ж, вернемся непосредственно к Pumping Jack, или скупому Джеку. Мне игруха понравилась, и я очень бы хотел видеть подобные проекты на мобильных устройствах, без подключения к интернету, и чтобы мы прям смогли погрузиться в сюжет. Вот. Повторю, что в игре не такая крутая прям графика, супер детализация, она приятная. Приятный дизайн персонажей, приятный дизайн уровней. Здесь, кстати, у нас со временем появляется ворон, который нам будет помогать и уничтожать различные препятствия. Например, когда я гонял как раз на вагонетке, воронам надо было сшибать поднятые мостики, чтобы они падали, и мы проезжали дальше. Уровни в игре достаточно продолжительные, и не заканчиваются, как, например, в мобильных играх, там буквально две минуты поиграл, и все, уровень завершился. Нет, здесь все нормально. Орудий для истребления различных тварей, монстров и чудовищ здесь тоже немало. С самого начала вам дает штыковую лопату, а вот дальше вы будете находить оружие помощнее, и приемчики тоже у вас будут пополняться. Конечно, самое веселое, наверное, в игре, это как раз гонки вот на этой вагонетке. Что ж, народ, вот такой вот обзорчик получился у меня на игру Pumping Jack. Ссылку на игру найдете под видео в описании. А на этом все, с вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok